Печоро-Илычевский заповедник в республике Коми делает новые шаги в развитии туризма. Теперь посетители лоси-фермы могут любоваться на сахатах прямо из окон новых гостевых домов. Ранее гости заповедника сталкивались с трудностями в размещении, ведь сама усадьба заповедника и гостиница находятся за рекой. Теперь же прямо у загонов появились два уютных коттеджа. Со всеми благами цивилизации в непосредственной близости от лосят. Диван, кровать, кухня с печкой и электроплитой, есть даже водопровод и душ. Все блага цивилизации в двух гостевых домах, непосредственно на заповедной территории. При необходимости включаются обогреватели, а так тепло, уютно, прекрасно. Люди приезжали по разу. Допустим, приезжали на одну ночь, планировали, оставались на пару ночей, уезжали довольные, счастливые, спокойные. Каждый домик рассчитан на четверых. Это оптимальный вариант для семейного отдыха с детьми. В основном в Якшу проезжают жители Коми, из Троцкопечорска, Ухты и Сыктывкара. Но бывают здесь и гости из других регионов, чаще столичных. Для них все удобство. Чтобы любоваться лосятами, даже из дома выходить не нужно. Из одного окна вид на малышей, из другого уже на взрослых сахатых. А еще рядом лес и река. Я как житель Троцкопечорска имею возможность частенько бывать на лосеферме. Но раньше приходилось делать это все одним днем. То есть приезжаешь по плохой дороге, быстренько проводишь экскурсию и уезжаешь домой. Ну, сейчас появилась возможность останавливаться здесь на несколько дней. Ежегодно лосеферму посещает около полутора тысяч человек. Это один из наиболее популярных объектов Печоро-Илочского заповедника. Развивать туристическую инфраструктуру здесь начали давно. Так, при главной усадьбе заповедника есть свой гостевой комплекс. Один минус. Расположен он на правом берегу Печоры, а самолосеферма – на левом. Там же в свое время были построены и эти два гостевые дома. Но в прошлом году руководство заповедника приняло решение перенести их. Эти домики были построены в 2012 году по программе развития экологического туризма в заповеднике за счет средств федерального бюджета. Но расположены они были неудобно на противоположной стороне реки, куда посетителям лосефермы было трудно добираться. И вот теперь я считаю, что они находятся на своем месте и полностью востребованы. А еще на левом берегу Печора, где и находится лосеферма, в недалеком будущем появится и большой визит-центр. Его планируют построить на месте бывшей лаборатории заповедника. Любовь Лапина, Николай Смирнов, телеканал Юрган, Троицко-Печорский район.